Первое, что мы рассмотрим, это некоторые теоретические основы, но мы пройдем это быстро, потому что тема у нас все-таки сегодня практика. И мы должны на практике посмотреть, как усиливается резкость, что при этом происходит и с чем необходимо бороться. У объективов с хорошей разрешающей способностью самые мелкие детали будут различаться вплоть до ограничения разрешающей способности матрицы. Вот, например, на этой картинке, сейчас я увеличу ее масштаб до 100%, вот как раз очень хорошо все здесь, как раз в пределах разрешающей способности объектива и матрицы. Ну и еще одна причина, необходимость повышения резкости при финальной стадии обработки, для воспроизведения на мониторе или для печати. То есть, когда у нас изображение уменьшается, то есть мы уменьшаем его размер, но сейчас я уменьшаю масштаб, но просто для наглядности, то у нас теряется как бы видимость мелких деталей, то есть они съедаются. Но это и понятно, потому что нельзя с помощью 100 пикселей нарисовать 3000 волосинок. И давайте рассмотрим, как у нас поднимается резкость. Для этого мы рассмотрим принцип действия фильтра контурная резкость. То есть настройки мы разберем потом, а сейчас сам принцип вот этого нерезкого маскирования, который реализован в фотошопе. Итак, для начала мы создадим картинку для темных ореолов. Для этого я изменю режим наложения на... Так, затемнение основы, да. Нет, для светлых ореолов у нас будет осветление основы. И вот этот слой я инвертирую. То есть резкость усиливается у нас таким вот образом. То есть внутри фильтра происходит вот такая работа. То есть у нас получаются светлые и темные ореолы. То есть со стороны светлого объекта на контрастной границе возникает светлый ореол. Со стороны темного объекта на контрастной границе возникает темный ореол. И в результате этого происходит иллюзия усиления резкости. То есть мы усиливаем контраст на границах объектов. И на этой же картинке рассмотрим повышение резкости с помощью данного фильтра. Повышать, конечно, лучше в 100% масштабе, если вы работаете с оригиналом или с уменьшенной копией. То есть при масштабе 200% это смысла делать не имеет. При маленьком масштабе вы просто не увидите усиления самых мелких деталей. В следующем пункте мы рассмотрим проблемы и их решения, которые возникают при пользовании данным фильтром. А сейчас пока я в очередной раз задам вам вопрос. Все ли понятно, как подбирать настройки для данного фильтра. Какие же проблемы возникают при применении фильтра контурная резкость? Первая и самая главная проблема это ореолы. Причем ореолы не просто светлые и темные, а ореолы цветовые. Давайте я закрою эту картинку. У меня для объяснения есть картинка другая. Вот такая. Как я уже говорил, усиление резкости у нас происходит за счет того, что на контрастной границе, где темный объект, с темной стороны образуется более темный ореол, со светлой более светлой. И вот эти светлые ореолы, они как раз больше всего и раздражают. Вот у нас темный объект на достаточно светлом фоне. И вот у нас такой вот светлый ореол. То есть было вот так. И мы вот эти светлые ореолы несколько ослабляем. Вот такой способ решения. Есть и другой способ. Сейчас я его покажу. То есть чуть-чуть светлый ореол все-таки должен оставаться. Ну вот смотрите, разница колоссальная. Да, было стало. Он сохранился, но он стал менее заметен. То есть можно вот таким способом поступать. Но здесь мы также можем и светлые. И здесь мы можем также и темные ореолы таким же способом регулировать. То есть вот так можем их ослаблять. И следующий фильтр, с помощью которого у нас поднимается резкость, это фильтр «Краевой контраст», который раньше назывался «Цветовой контраст». Находится он в меню «Фильтр», «Другое», «Краевой контраст». В английской версии «Filter Other High Pass». Как он работает? Принцип действия этого фильтра. Он находит контрастные границы за счет сравнения размытой и неразмытой копии картинки. Вот таким образом. То есть сейчас я вам покажу математику действия данного фильтра. Как это все работает. С помощью данного фильтра резкость повышается деликатно в силу специфики воздействия режима перекрытия. То есть именно способом «High Pass Overlay». Так называемый способ, как он на английском называется. Вот посмотрите. У нас здесь проявляется цветовая информация. То есть, когда мы будем накладывать вот эту карту ореолов в режиме перекрытия, мы получим точно такие же цветовые ореолы, какие получали при использовании фильтра «Контурная резкость». То есть помните, я вам показывал вот эту картинку с двумя полосками. То есть где у нас такая светло-красная полоска была и нейтральный градиент. То есть вот эта же проблема подстерегает нас и здесь. Как ее избежать. И таким образом, включив все обратно, мы можем уже на нашей картинке вот таким образом ореолами управлять. То есть мы можем наоборот темные чуть-чуть тоже ослабить, и ослабить светлые. Либо темные усилить и ослабить светлые. То есть вот этими точками, которые лежат в непосредственной близости от центральной точки, мы управляем яркостью ореолов. Следующий пункт у нас это повышение резкости в лап. Давайте перейдем в Photoshop. И какие проблемы мы решаем с помощью цветового пространства лап. Как вы знаете, в цветовом пространстве лап у нас есть три канала. Один канал это яркость, яркостная составляющая. И два цветоразностных канала. Таким образом, если мы будем усиливать резкость только в яркостном канале, мы сразу же решим проблему появления цветовых ореолов. А вот следующий пункт, это усиление резкости в черном канале ЦМИК. Он имеет достаточно широкое практическое применение. Давайте сейчас я открою портрет. Вот у нас портрет. И давайте переведем это изображение в ЦМИК. То есть изображение, режим, ЦМИК. Ну и вот, собственно, мы получили усиление резкости. Усилилась резкость только на глазах, бровях и волосах. Кожа не затронулась и цвет у нас никуда не уплыл. Вот такой достаточно простой способ, как совместить два цветовых пространства и не потерять при этом цвет. В Photoshop, начиная с версии CC, у нас появился фильтр Camera Raw. То есть если я открою картинку, увеличу масштаб до 100%, я могу перейти в меню фильтр, фильтр Camera Raw. И вот мы получили усиление резкости. С проблемами, такие как ореолы, то есть заметность светлых ореолов и все прочее, справляемся точно так же, как я показывал в предыдущем случае. То есть ничего нового здесь нет. Или сэндвич, или стиль слоя. Фильтр умная резкость находится у нас в меню. Фильтр. Усиление резкости. Умная резкость. В английской версии это Filter Sharpen Smart Sharpen. Какие у нас здесь есть регуляторы? Это регулятор эффект, радиус, уменьшить шум, а также регуляторы воздействия на света и тени, то есть для светлых и темных ореолов. Также можно задавать режим работы фильтра. Режим размытия по Гауссу он фактически эквивалентен фильтру контурной резкости. Фильтр достаточно ресурсоемкий, то есть если изображение у вас довольно большого размера в пикселях, он будет применяться достаточно долго. Сейчас у меня компьютер еще нагружен трансляцией, и поэтому вот так происходит. Так, дождемся. Ну вот таким образом он применяется. Так, тогда пойдем дальше. Это использование масок при усилении резкости. Я покажу вам два случая по поводу масок. Возьмем другую картинку. Вот на этой картинке очень наглядно будет. Посмотрите. Если я буду повышать резкость здесь традиционным путем, то на контрастных границах вот здесь, например, вот здесь, где мелкие объекты, вот здесь у нас фонарь, там возникнут неизбежно ореолы. Давайте я сейчас режим линейный свет сделаю, потому что это более наглядно будет, ореолы будут усилены. Вот, посмотрите. Без маски, с маской. Также мы можем эту маску модифицировать, если нам что-то не нравится. зажимаем Alt, кликаем по значку маски. Посмотрите, вот здесь ореол у нас не черный. Мы можем его, скажем так, зачернить с помощью обычной команды кривые. То есть, вот таким образом я усиливаю черное и могу что-то, например, выбелить где-то. Так, ну и покажу вам еще создание маски для портрета. То есть, для пейзажа мы с вами разобрались, то есть, это краевая маска. Теперь для портрета покажу. Возьмем другой портрет. И здесь маску я создаю следующим образом. То есть, резкость повысилась на глазах, волосах и бровях, ну и на губах чуть-чуть, потому что там у нас маска полупрозрачная на губах. Кожа при этом не затронулась. Вот так мы создали портретную маску из двух каналов ЦМИК. И причем сделали это в недеструктивной манере. Так, откроем картинку. И сейчас покажу, собственно, что я имею ввиду под объемом, опять-таки, на портрете. Вот, посмотрите. Давайте сейчас для начала усилим резкость. То есть, как мы это делали, но без всяких портретных масок, просто дублируем слой, фильтр, другое, краевой контраст. Но сделаю поменьше усиления, потому что здесь мы работаем без масок. Вот мы усилили резкость. Теперь, чтобы усилить объем, что нам нужно сделать. Нам нужно создать ту же карту ореолов, но только с большим радиусом. Вот, посмотрите. Вот сейчас у меня будет усиливаться объем. Обесцвечиваю копию и накладываю в режиме перекрытия. Ну, естественно, здесь нужно будет поработать по масочке. И для того, чтобы у нас не усиливалась резкость излишнего, посмотрите, сейчас ресницы и все прочее у нас будут усиливаться. Чтобы этого не происходило, я вот эту карту ореолов размою. то есть уберу отсюда всю среднюю и высокочастотную составляющую. Оставлю только низкие частоты. Вот у меня карта ореолов для низких частот. Соответственно, накладываем и получаем усиление объема. Сейчас я покажу простой и усложненный способ для усиления резкости полноразмерного изображения. Простой способ можно использовать следующий. Посмотрите, вот способ повышения резкости с помощью фильтра краевой контраст. Вот так я поставлю, вот на здании кунсткамеры это отчетливо видно. Посмотрите, повысилось, да? Но посмотрите, какой результат мы получили более сложным способом. Видите, какая детализация? Никакого эффекта перешарпа, но при этом мы получили фактически бритвенную резкость. Все детали очень хорошо читаются. Поэтому все-таки не зря мы столько времени с вами потратили на этот способ. Сейчас будем повышать резкость для интернета. вот у меня картиночка. Для того, чтобы повысить резкость для интернета, нужно сначала определиться с размером. Я использую обычно размер 1200 пикселей по длинной стороне. Вот таким изображение было и вот таким стало. Но я обычно ставлю где-то процентов 50-60 непрозрачность группы. то есть чтобы повышение резкости происходило деликатно без перешарпа. Вот сейчас на видео не так заметно, поэтому давайте на 100% оставим. Вот было, вот стало. Вот на кронах деревьев это очень хорошо заметно. Так начнем мы с необычного способа. С такого это усиление резкости путем увеличения размера изображения. То есть сейчас увидите что это значит. Вместо того чтобы изображение размывать можно попробовать поднять резкость с помощью увеличения его размера и затем нахождение разницы. Как это делается? Очень просто. То есть мы берем нашу картинку копируем на новый слой и вызываем свободную трансформацию Ctrl T. Вот так. Вот такой необычный способ усиления резкости. Естественно тут никакой избирательности говорить не приходится. То есть усиливается все. Если хотите только глаза или брови нужно будет использовать маску. Ну и для уменьшения воздействия можно попробовать изменить режим наложения на перекрытие. То есть в этом случае у нас воздействие не будет таким сильным. Так сейчас я заливку прибавлю. Вот сейчас можно отчетливо видеть это усиление резкости. Ну и если кого-то картинка не очень хорошо показывает вот при стопроцентном то есть как видите усиление достаточно сильное то есть нужно использовать осторожно вот такие два способа необычного усиления резкости то есть что это так что это не так